Здравствуйте, уважаемые зрители информационного портала Улправда.ру! Это проект Кухня, и с вами я, его ведущая, Наталья Медончева. Что вы знаете об итальянских сырах? Ничего? Тогда вам обязательно нужно посмотреть наш проект Кухня, в котором шеф-повар выездного ресторана Никитина Кейтеринг Мария Павлова приготовит фуршетные закуски из итальянских сыров и из овощей из тепличного. С чего начнем? Начнем изначально с нарезки сыров. Сейчас расскажу, какие выбрала. Камамбер выбрала для клубники. На горячее основное будем жарить сыр для жарки халуми. Буду делать его с грушевым конфитюром. Будет очень вкусненько. Для брускетт выбрала свежий сыр, мягкий крещенцы. И просто, чтобы побаловаться, можно пьемонт выдержанный с виноградом, либо с оливками. То есть, делаем такой сет фингерфудов. Каждый для себя может выбрать что-то вкусненькое, новенькое, интересненькое. Такой вот багет возьмем. Вообще, хлеб может быть на самом деле любой. Какой вам нравится, черный, зерновой, с семечками, какой-нибудь зож, пепе, все, что вы любите. Все это будет называться основой вашей брускетты. Толщина, форма, цвет, все на ваш вкус. Я люблю, когда багет внутри мягкий, а сверху хрустящий остается. Поэтому мы немножечко его сейчас подсушим. После чего сверху выложим сыр, рыбку, слабой соли, форель мы сделали, салат, ростки гороха. Все максимально просто. Вы можете сделать это по своему вкусу. Добавить туда мясо, курицу, сделать вегетарианскую какую-то версию. То есть, все зависит от того, что любите вы. Все это будет называться брускеттой. Самое главное, это основа хлеб и вверх тот, который вам нравится. Я подсушиваю на сильном огне. Почему? Потому что, как я уже сказала, люблю, чтобы сверху была хрустящая пожаристая корочка. Но внутри он не остался сухарем, а был мягкий, тепленький, вкусненький такой. Поэтому ждем, пока чуть-чуть прогреется. Подсушиваем с двух сторон. Все, достаточно. То есть, внутри он такой мягкий, сверху корочка, как я уже говорила. Вообще, брускетты могут быть и сладкие. Это не обязательно должно быть какие-то соленые брускетты. Можно сделать их с каким-то кремом, да, с вашим любимым. Ягоды свежие использовать. Порежу тоненькими кусочками, но буду выкладывать несколько сразу на один. Багет. То есть, она должна быть не только еще вкусная, да, но и привлекательная. Я люблю, когда на брускетте много всего. Когда она такая не бедненькая, а вот прям вот съел одно, да. Съел, так съел. Их можно делать теплыми вариациями, да. Можно взять, допустим, свежий хлеб. Сделать это обратно, не так, как сделал я. А взять свежий хлеб, выложить всю основную начинку на него. Ну, за исключением салата, да, и каких-то там овощей, которые могут дать сок. И поставить буквально на одну-две минутки в духовой шкаф. Поиграем маленечко с цветом. Такой беленький, зелененький. Идеально туда зайдет вот цвет форели. Модненький, да, да. Выколотка вообще произвольная, да, как вы хотите. Можете закрутить, выложить, мелко нарезать каким-то тартаром, да. Самое главное, чтобы это было, как я уже сказала, красиво, но и есть должно быть удобно. Иногда это бывает от обратного. Выглядит все, конечно, красиво, но как положить это в рот, непонятно. Вот, обычно так бывает. Так, сейчас я вам все выложу. Сверху чуть-чуть прям росточков. Вот так вот оставим все. По моему мнению, ничего лишнего. Нужно найти вот этот вот идеальный баланс. Поэтому нужно следить за температурой. Но, как я уже сказала, я вот очень люблю этот сыр с костра. Так, сейчас разогреем сковородку, как и в прошлый раз, да. Пока я подготовлю грушу, груша мне достала, знаете, такая средней жесткости. Так как она даже более, мне кажется, жесткая, чем я хотела бы, да, поэтому я ее режу помельче. Если она у вас мягкая, можно резать прям крупным кубиком. То есть не мельчите. Здесь для того, чтобы она все-таки получше проварилась, протомилась, мы режем ее помельче. Вот, поэтому мне кажется, вот сыр такой универсальный продукт, что из него реально можно сделать все. Сладкое, соленое, все, что угодно. Так, следующий на очередь у нас будет камамбер. Это такой сыр на любителя. Здесь много плесени. Ну, как я уже сказала, я очень люблю сыр с плесенью. То есть его нужно, наверное, вот как-то вот понять и принять. То есть мы сейчас сыр пожарим вместе с грушей медом, выложим как отдельное блюдо, украсим, естественно. Да, груша на масле, сейчас мы еще добавим, вот в самом конце добавим мед. Ну, возможно. Смотрите, груша уже готова. Поэтому мы можем ее уже переложить на тарелочку. Ну, лучше средней мягкости, да, как я уже говорила. Потому что очень мягкое превратится просто в пюре, а жесткое, ну, подольше нужно будет просто томить. Сверху мы можем чуть-чуть прям полить медом. Сыры и овощи – это замечательное сочетание, которое вы можете применять на своей кухне. А с вами была Наталья Медончева, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!